Казанский университет во все времена служил катализатором для кристаллизации выдающихся талантов. Александр Касимович Касимбек крался к китайско-манчжурским фантасмагорическим манускриптом, в то время как Карл Карлович Клаус, прочувствовавшись русской традицией, открывал рутений, нареченный в честь Родины. А позже, тем же днем, увенчивал обескураживающим прозвищем «великий химик», разнервничавшегося Александра Михайловича Бутлерова, который потом, будучи ректором, экстраординарным профессором и липидоптерологом, впервые синтезировал гексаметилентотрамин и треоксиметилен, сгенерировав постулаты теории химического строения органических веществ. Будуэндо Куртене во времена изучения адъюнтом Лобачевским эллиптического движения небесных тел эффектно игнорировал экстремальные экспедиции и экзистенциалистские исследования, экзальтированно измышляя истоки экспериментальной фонетики, экстерном, уточняя энциклопедические этимологии, на эсперанто. Александр Ирмингельдович Арбузов, облагодетельствованный честью окончить Казанский императорский университет, опубликовал первую печатную работу, оболел метилфенилкарбиноли и сюрреалистично осуществил магнийорганический синтез. Толстой своевременно стал своекошным студентом и прославившихся профессоров словесности перескороговорил, перескавыговорил вследствие интерпретирования серьезных исследований рукописи Руссо. Владимир Ильич Ульянов легко овладевал ролью лидера законспирированных, дисциплинированных, эволюционирующих революционных организаций. Между превращением окрестных крестьян в пролетариат и корректным урегулированием проблем образования лавировал, лавировал, но констатировал, что не вылавировал. КФУ с 1804 года со спокойным достоинством совершенствуем систему создания специалистов.